давайте мы с вами обсудим задачи которые были спромулированы на прошлом занятии давайте начнем с первой задачи первая задачка была про размерность пространство поле линейных отображений я напомню что таким символом мы обозначали пространство знаете что нужно делать нужно запись включить да да я не могу сделать это дима должен сделать спасибо рассматриваем такое пространство и так мы обозначали пространство поле линейных отображений здесь все в это линейные отображения линейные пространства линейные пространства и у тоже какое-то линейное пространство это пространство отображений действующих вот отсюда в углу нужно доказать что вот это линейное пространство размерность которого это размерность у умножено на произведение размерности в карта так дима и мадим скажите пожалуйста получилось ли у вас подобные задачи но у меня что-то получается но единственное что я попросил и все расписал для случаев добавить ага хорошо ну да давайте сейчас мы тогда обсудим эту задачу значит давайте обозначим все как мы делали в прошлый раз через екатая житое базис пространстве вк здесь же естественно изменяется от единицы до размерности вк ну и давайте возьмем какой-нибудь представитель вот отсюда возьмем какую-нибудь поле линейную функцию возьмем такое поле линейное отображение и для него мы посмотрим на вот такой объект то есть на образ посмотрим действие вот этого поле линейное отображение на базисных векторах то есть мы из каждого пространства здесь от первого до этого возьмем по одному представителю что это будет за такой объект ну во-первых сколько таких объектов будет давайте поймем их будет их будет таких объектов вот как раз вот столько как произведение размерности всех пространств почему мы потому что у нас качестве каждого аргумента выбирается один из на первом месте у нас стоит их вот столько можно выбрать его столькими способами какая размерность у в первого сюда можно поставить одно из вот таких чисел и так далее то есть это более-менее понятно что их столько штук при этом каждый такой объект каждый такой объект он тоже известно 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 его размерность то есть по штук векторов размерности а размерность у него такая какая размерность у у ну то есть отсюда мы как раз донажаем вот эту величину на размерность у то есть таким образом мы получаем вот столько чисел вот столько имеем чисел то есть у нас каждый получается у нас на всех базисных векторах мы задаем объекты которые определяются вот столькими числами это значит что размерность не не больше чем это число ну давайте число как-нибудь обозначим то есть это значит что размерность вот этого пространства она не больше чем то есть каждый элемент задается не более чем н числами ну то есть может быть может быть здесь какое-то есть порождение и на самом деле нам достаточно меньшего количества чисел то есть надо еще больше поставить что это достаточно что этих чисел достаточно чтобы задать линейную функцию ну что они какие-то дополнительные статистические работы делают вам деньги а дальше уже линейный документ это такое решение что точно не больше ну да ну то есть здесь на самом деле нужно такой трюк сделать почему почему вообще почему вообще достаточно этих чисел но давайте возьмем произвольную произвольную такую функцию с произвольным аргументом наверное так да то есть и ну то есть я хочется сказать что произвольную произвольную функцию вот отсюда мы можем представить как линейную комбинацию вот таких объектов да давайте сделаем так вот это f с аргументом x1 x1 x2 xp давайте я сделаю для какой-нибудь маленькой размерности чтобы не было так смертельно много векторов давайте сделаешь сейчас я погибну с этими значениями давайте сделаем так ну то есть идея тут очень такая же давайте я возьму p равную 2 просто чтобы увидеть как это все устроено пусть p равна двум я хотела не одномерное я хотела наоборот можно возьмем не одномерное просто с одномерным ну да если одномерное то слишком просто давайте давайте вот такой пример посмотрю пусть размер по себе 1 1 ну то есть у нас значит здесь стоят всего два пространства размер в 1 1 размерность в 2 равна 2 ну и пусть размерность у равна 3 я хочу вот такой пример посмотреть то есть он ну хоть сколько содержателем и при этом не очень огромный речь идет о функциях ну вернее об отображении об отображении вот такого сорта то есть они принимают на вход два вектора и возвращает один вектор так и что я про них хочу сказать ну то есть как каждый такой объект он устроен вот таким образом можно вот давайте вот так сделаю я ввиду переменной то есть x y и z это будут какие-то просто числа то есть у меня на первом месте стоит одномерный вектор а на втором месте я буду так писать ну то есть что то есть у меня на втором месте вектор я принимаю вектор с двумя координатами двумерный вот а на выходе я получаю вектор трехмерный я буду его координаты обозначать вот так видно что это уже не видно не помещается уже не видно уже не видно уже не видно да значит его объекты я буду вот так обозначать то есть на выходе я получаю трехмерный вектор ну и каждая компонента это в свою очередь тоже какая-то то есть вот это уже как раз функция f1 f2 f3 это именно функция то есть с числовым значением от которая на вход принимает векторы так сейчас я запишу то есть функция устроена так здесь большая скобка здесь через f и то через f и то я обозначаю функцию которая действует из v1 на v2 в к то есть в поле то есть это число хорошо ну то есть если я беру вот такую произвольную функцию и я могу каждый сейчас значит ну можно так сказать пусть вот это ну давайте все таки здесь напишу y1 и y2 для единообразия то есть вот это y то есть вот это y вот это y вот это y тогда f вычисленное на x y это и . о чем видно это этот y это будет f. вычисленное на вот такой сумме. То есть, если х это е1, и у это у1 на е2,1 плюс у2 на е2,2. Тогда просто по линейности я получаю, что это число х, умноженное на f от е1,1, е1,2 на е1,1 и плюс х на у,2, f от е1,1, е2,2. Да? Хорошо. То есть, получается, что вот эти числа, вот эти числа, вернее, это не числа, это векторы, да? То есть, вот то, что подчеркнуто скобочкой, это представители у, то есть, представители в нашем случае трехмерного пространства. То есть, каждый из этих векторов задается тремя числами. То есть, всего у нас есть в распоряжении чисел вот столько. е1,2, f2 на вот этих лицах, е1,1, е1,2, f3 на е1,1, е1,3 плюс x, y,2 на f1, е1,1, е2,2, f2, е1,1, е2,2, f3, е1,1, е2,2. Да. Тоже вонка. Да. А, перед, можешь резюмирует? Резюмирует вычисление. То есть, мы хотели бы сказать, что достаточно задать вот это значение полилинейной функции на базисках, на наборах баси ответов. И тогда мы просто автоматически определяем движение полилинейной функции на любых элементах. Ну, то есть, вот что произошло. Мы, вот в ходе этого вычисления, мы сопоставили произвольные полилинейные функции, произвольные полилинейные функции вот отсюда, ну, для парам, вот двух. Сопоставили вектор. Сопоставили вектор, задающийся шестью числами. То есть, мы взяли F из пространства такого, гамморфизма F1, V2, U. И сопоставили вот этому F, вот этому F. Шесть чисел. Ну, то есть, тут, на самом деле, должна быть такая же история, как мы делали на первых парах. То есть, это задачка 1 про сопряженные пространства. То есть, мы представителю вот отсюда сопоставили шестимерный вектор. Ну, и надо еще показать, что наоборот. То есть, шестимерный вектор однозначно задает полилинейную функцию. То есть, мы вот это соответствие устанавливаем. И говорим, что... То есть, действительно, вот эти шесть чисел однозначно определяют тогда функцию из... Ну, вернее, вот этого представительства полилинейное отображение вот отсюда. Резюмировали я или нет? Ну, вот тогда у нас было предложение вот такая, что в среднесрочной доске написаны такие пешки от поиски вектор. Вот. И мой вопрос был, кто, почему этот набор элементов создает полилинейную функцию. И формула, которая... Вторая штука снизу, на примере, показывает, что достаточно задать NCTF на набор поисковых векторов, чтобы определить полилинейную функцию. Но эта формула действительно показана, что она говорит о том, что... Что есть отображение будет в обратную сторону, что если есть полилинейная функция, то есть набор этих коэффициентов. И это объекция, потому что если эти коэффициенты нулевые, то полилинейная функция нулевая, и они в обратную сторону тоже верны. Ну, то есть вот это отображение — это объекция. И это очень дорого. А пример, который я просил разобрать, когда фунг это входит, он очень важен для того, чтобы провести параллель с тем, как излагали сенсоры на первых трёх лекциях, а именно как набор коэффициентов. То есть на самом деле вот эти текст на байсовых лекторах, на набор байсовых лекциях, вот это есть коэффициенты, с помощью которых ты сначала предъявил сенсоры. Ну, да. Можно об этом говорить, что это пока не понятно. Да. Можно, да. То есть это… Ну, я хотела про это подробнее рассказать, когда будем разбирать пример тензорного произведения. Да. 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 Мы это обязательно подробнее обслуживаем. Так. Сейчас. Вот про размерность. Понятно ли про размерность? Почему… Почему размерность… Вот в данном случае будет именно шесть, а не меньше? Вот это понятно или нет? Непонятно. Надо ещё раз сказать. Нет. Хорошо. 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 Нет. Сейчас. Если честно, мне непонятно. Если честно, мне непонятно. Я вот почему. Вот если, например, вектора вот такого вида… Если сейчас мы просто возьмём обычный вектор из R2. Если мы возьмём вектор из R2, если мы скажем, что… Ну, вот есть два числа, которые задают вектор. То есть здесь вектор определяется двумя числами, но на самом деле… Вот всё множество таких векторов – это… Это прямая, а не плоскость. То есть это пространство размерности 1 и 2. Хотя задаётся двумя числами. То есть вопрос, почему здесь у них у них такая ловушка? Потому что можно поставить любые векторы векторы. Ну да. То есть здесь, да, именно суть в том, что мы… Поскольку вот эти числа, они могут быть произвольными… То есть тут вот вся соль в том, что мы умеем восстанавливать по произвольному шестимерному вектору, умеем восстанавливать это отражение. То есть можем здесь поставить любые числа, значит, то есть будет исчерпываться всё шестимерное пространство в данном случае. Хорошо. Всё. Победа. Так. Можно переходить к следующей задаче. Так. Я бы сейчас сделала что-нибудь с камерой. Мне приходилось её двигать. Ну или я буду писать… Наверное, я просто могу сделать верницу, да, где писать. Ну да, так, хорошо. Хорошо, я стираю. Хорошо, я стираю. Так. Вторая задача. Она была про определение тензорного произведения. Давайте я сначала напомню определение тензорного произведения. Пусть у нас есть… Вверх не видно. Вверх не видно. Нормально видно? Нет? Не видно. Высота. Ну, можно камеру возьмите. Вот так хорошо. Пусть Омега и В. Какие-то линейные пространства. И тогда определение. Здравствуйте. Возьми, пожалуйста, мой сломастер. Хорошо. Молодец. Многоктилист. Да. Сломастерем тяжело. Они что-то все не пишут. Я взяла этот… Нет? Да. Хорошо. Так. Тензорное произведение. Пространство в дубле В на В. Это такое линейное… Ну, то есть мы… Вот это просто обозначение. Вот в данном контексте это просто обозначение. То есть это можно воспринимать как единый символ. Это такое линейное пространство. Т с белинейной функцией, которую мы обозначаем крестик в кружочке, которая действует из дубль В на В в Т. Такой, что… То есть вот эта линейная функция должна удовлетворять следующему свойству. Если базис в ЕИТЭ – это базис в В… Сейчас в другом порядке. В дубль В. ЕИТЭ – это базис в В… А еще в то же самое ЕСЛИ… Образ крестика… Вот этого отображения на… То есть образ… Образ… Вернее, образ пары базисных коллекторов ЕИТЭ – ЭВЖИТЭ – при отображении крестик в кружочке, мы будем обозначать… Не видно? То… Множество пар ЕИТЭ – ЭВЖИТЭ – это базис в Т, где… Под вот этой парой мы понимаем образ отображения крестик в кружочке. Значит, это я напомнила определение. То есть еще раз. Тензорным пространством мы называем такую пару. То есть мы называем пару линейное пространство с билинейным отображением. Такую, что это отображение переводит все пары базисных векторов пространств В и В в базис пространства Т. То есть это такое глубокое и определяющее свойство вот этого отображения крестик в кружочке. То, что пары базисных векторов при этом отображении переходят в базисные вектора в пространстве Т. У нас была задача номер 2, в которой нужно было доказать, что вот это определение на самом деле не зависит от базиса. То есть задача номер 2 – определение не зависит от выбора базисов в дубль В и В. То есть формально говоря, вот в этом определении не говорится о существовании, не говорится действительно о существовании отображения крестик в кружочке. Ну то есть вот мы предполагаем, что оно есть. Ну то есть задача 2 – она про то, что если нам удалось найти отображение с таким свойством, то это отображение сохраняется на всех базисах. То есть если мы рассмотрим две пары базисов, то есть вот пусть у нас есть базис ИТ, ФИТ, и есть еще второй базис. То есть пусть, ну пусть Е с волной и Ф с волной обозначают еще какие-то базисы, тоже это базисы в дубль В и В соответственно. Отличные от предыдущих были. То есть у нас есть какие-то базисы, еще вот такие. Тогда, то есть вот если вот это свойство справедливо на старом базисе, для старых базисных векторов, то есть что вот это множество является базисом в Т, тогда то же самое справедливо и для другого базиса. То есть нужно доказать, что вот этот волнистый базис, ну вернее, что вот эти волнистые векторы тоже задают базис. Вот в этом стоит задача. Так, есть ли какие-нибудь успехи на этом пути, Дима и Вадим? Ну, есть, чтобы, по всякому случаю, доказать то, что любой элемент из вот этого Т большого выставляется через линейную комбинацию. Ну, это точно есть. Ага. С линейной независимостью является очень неплохим, но вот это тоже получилось. Хорошо, хорошо. Так, ну давайте это проверим. А может, и в Митя покажет, как это получилось? А как это получилось? Можно? Можно? Ну, зафтосъемки, да? Да. Ну, давайте я же. Так, хорошо. Значит, давайте мы предположим связь этих базисов. Ну, то есть, что они, волнистые и неловнистые базисы, они связаны матрицами перехода. Значит, мы обозначим эти матрицы через С и через Б. То есть, пусть Еитый вектор, это С и КТ на Е, КТ с волной. Ну, то есть, я напоминаю, что это обозначает сумму. Да, когда у меня есть верхний и нижний индекс, которые повторяются, это означает сумму. Ну, то есть, просто по стандартам мы выражаем каждый базисный вектор через линейную комбинацию новых базисных векторов. То же самое для базиса Ф. То есть, ФКТ, ну, какую-то другую руку, Ф, ФЖТ. ФЖТ это БЛЖ на ФЛМ. То есть, С и Б, это матрицы перехода. От чего? Ну, получается, в данном случае, от волнистых базисов к неловнистых. Вот от этих штук. Так, от волнистых к неловнистых. Я опять въехала, да? Хорошо, ну, думаю, понятно. Так, ну и давайте посмотрим на какого-нибудь представителя Т из пространства Т Большого. Пусть Т это какой-то элемент из Т Большого. Значит, ну, поскольку мы вот это знаем, что вот это базис, да? Что вот это базис. Тогда каждый такой Т представим в виде, представим в виде линейной комбинации базисных векторов, ну, с какими-то числами. То есть, есть набор чисел Т и ЖИТа, для которых справедливо следующее. В свою очередь, вот эти базисные вектора мы можем представить в виде тоже линейной комбинации в волнистых базисных векторов. Ну, тогда мы получаем вот такую сумму. Т и ЖИТа. Вместо Е я подставляю вот это число. Ну, и по линейности выношу С. Точно так же по линейности выношу В. Подставляю вместо ЭВЖИТа вот эту сумму. Ну, и получается, что у меня каждый Т представим в виде линейной комбинации вот этих векторов, волнистых векторов с крестиком в кружочке. Сейчас, сейчас, сейчас. Здесь К, здесь И. Вот. Ну, а дальше тут такая же история. То есть мы показали, что Т равен линейной комбинации с некоторыми коэффициентами, да, волнистых векторов. Но тут вопрос в размерности. Ну, это примерно такой же вопрос, как я задавала про вектора А. То есть не может ли получиться, что размерность на самом деле меньше? Ну, то есть, что здесь... Ну, то есть, вопрос именно, да, в линейной независимости от всех вот таких па. Векторов. То есть, если те были линейной независимыми, будут ли эти линейной независимыми вот эти пары. Так. Ну, здесь правильно вот что сказать. То есть, это тоже, тоже мы так делали в прошлый раз. То есть, что получается? Мы сопоставили, то есть, мы сопоставили элементу Т, то есть, вот этот, ну, какому-то объекту Т из тензорного пространства. Мы сопоставили сначала набор чисел Т и ЖТ, а потом сопоставили набор вот этих волнистых чисел. Я обозначу КЛТ. Вот это число я обозначу Т с волной. Т с волной и с индексами. То есть, вот что получается. Т, с одной стороны, я умею составлять набор чисел Т и ЖТ, а с другой стороны умею составлять набор чисел Т, КЛТ с волной. И при этом, при этом, при этом, при этом у меня есть правило для перехода. Правило, то есть, правило для связи этих чисел. Ну, кстати говоря, мы вот таким образом получаем, вот, согласно вот этой формуле, то есть, у нас есть правило для перехода от, сейчас, волнистых чисел к волнистым. Сейчас я это еще раз напишу. Вот здесь видна, кстати говоря, связь с тем, что мы обсуждали раньше про тензоры. То есть, то, как мы определяли тензоры раньше. То есть, мы говорили, что тензор задается набором чисел. Ну, и при переходе от одного базиса к другому, эти числа изменяются по определенным правилам. Вот здесь, кстати говоря, вот ровно это мы и получили. Да? Так? Так? Да. Ага. Ну, лучше бы спросить не у меня, потому что это очень важное место. Ну, да. Вот, то есть, ну, вот отсюда мы просто получаем, что вот эти объекты, они удовлетворяют тому определению, которое было раньше. То есть, ну, вот мы получили какое-то пространство, пространство объектов. Оказалось, что все эти объекты, они устроены вот именно тем способом, как наборы чисел. Ну, вот, про что мы говорили подробно на первых лекциях. Так, теперь, так, значит, теперь давайте вернемся к размерности. Почему размерность? Почему размерность будет такая же, да? То есть, ну, вернее, почему будет линейная независимость этих векторов? Так, так, так. Сейчас скажу. Ну, вот, на самом деле, это вот отсюда же следует. То есть, вот эти числа, они связаны через, через вот эту матрицу, то есть, через матрицу перехода, а значит, по одному набору чисел однозначно восстанавливается другой набор чисел. То есть, если вдруг случится, что в каком-то, то есть, вот, в волнистом базисе, если в волнистом базисе, я могу сопоставить еще какой-то набор чисел Т с двумя волнами. То есть, вот это в базисе не в волнистом, а вот это в волнистом базисе. То есть, предположим, противное. Что есть два разложения в волнистом базисе. То есть, это значит, что я могу сопоставить вот в волнистом базисе два набора чисел с волной и с двумя волнами. Ну, смотрите, вот поскольку у нас есть вот эта связь, да, то есть, однозначно восстанавливаются волнистые числа, но не волнистые, но и наоборот, да, то есть, соответственно, я могу, сейчас, не могу, да, сейчас тут сумма. Ну, просто из обратимости матрицы, ну, то есть, поскольку вот эти матрицы, они, матрицы перехода, это значит, что они обратимы. Это значит, что я в обратную сторону тоже могу восстановить. То есть, Т с волной однозначно восстанавливаются по числам без волны. Согласны? Ну, то есть, это просто следует из обратимости из обратимости матриц С и В. Ну, еще тут важно, что помола, который развязывает Т с волной, это умножение матрицы. Потому что довечность нормал, то есть, как-то сложнее, а это просто умножение на матрицу, на одну севу, на другую справку. И вот такие формулы, они, конечно, обратились. То есть, мы можем умножить на обратную севу или на обратную справку. Ну, да. Получим выражение уже до 3 через Т с волной. Ну, вот, поэтому, специально, что это помола, это произведение трех матриц. Т с этой посредине одна матрица С и В и В и В. Ну, вот так, наверное, можно писать. Т с волной это С транспонированное на Т и на В. Да? Попробуем, да, но это зависит от назначения, как там выбираются индексы верхней идеи. Потому что Т вообще эта матрица такая, ну, не совсем линейная. В общем, так можно. Да. Ну, короче говоря, даже, ну, вот что получается. Смотрите, то есть, если я напишу для волнистой, для волнистой у меня просто получается та же формула. то есть, поскольку волнистая матрица, что, нет? А, ничего нет. А, ничего нет. А, ничего нет. Извините. Я говорю вот что. Я говорю вот что. Что ты, эээ, так. Да, что для Т с волной и с двумя волнами мы получаем просто одну и ту же формулу. Просто потому, что они одинаково строятся. То есть, у нас конструкция для Т и Т с волной, она просто алгоритмически одна и та же. Ну, это значит, что они просто совпадают. Мне кажется, что здесь логика должна быть какой-то иной. То есть, вот стартуя с Т, мы получим некоторое выражение для директора, ну, для элементов пред, в базисе, в волнистом базисе. Вообще, понятно, никто не запрещает, что в этом волнистом базисе есть другое представление, которое получается не таким. А, ну хорошо, да. Согласен. Но, поэтому надо подойти эту связь. И тогда по двум представлениям Т с волной и с двумя волнами поставить, построить два раза Т. А, я поняла. Ну да. Согласен. Да. Да. Хорошо, да. Значит, нам нужно получить формулу для Т через Т с волной. Да. Так, сейчас. Давай спросим, может быть, всем уже понятно, чтобы в дальнейшем содержать? Хорошо. Давай спросим. Понятно ли это мысль или надо написать подробнее? Хорошо. Давайте прошеде. Хорошо, давайте дальше. Так. Третья задащая. Хорошо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть существует пара крестик в кружочке 1, Т1, и пара крестик в кружочке 2, Т2, которые удовлетворяют тем условиям, которые были даны в определении. То есть таким, что если ЕИТ и ЛЖТ базисы в W и V, тогда образы вот этих отображений крестик в кружочке 1 и 2, они будут базисами. То есть вот этот набор элементов – это базис в пространстве Т1. Это базис в Т1. И вот это базис... Базис Т2. Хорошо. Значит, что мы хотим показать? Мы хотим показать, что существует изоморфизм, связывающий Т1 и Т2. Ну, действительно. Значит, давайте посмотрим, что у нас у всех получается. Как действует крестик в кружочке 1? Крестик в кружочке 1 сопоставляет паре элементов из приказового произведения. Так, я так уже отдохнула, можно написать. Так, сопоставляет элемент из Т1. Есть второе объединение отображения. Крестик в кружочке 2. Оно сопоставляет Т2. То есть задача стоит в том, чтобы показать, что существует изоморфизм Фи, который связывает Т1 и Т2. Ну, давайте возьмем, и такой изоморфизм просто явно построим. То есть Фи – это изоморфизм. Простите, мне, конечно, важно еще, что вот эта диаграмма мототипа, которая считает, изображена. То есть это не просто изоморфизм в кружочке 1 сопоставляет, но еще и такой изоморфизм, который пропускается через эти стрелочки в кружочке 1 сопоставляет. Ну, то есть... Это вакуум? То есть должно вот такое выполняться. То есть вот эти отображения, они должны удовлетворять следующему часть. То есть если мы берем Х из Омеги, из Увель В, Игр из В, тогда... То есть мы получаем какой-то элемент из Т1. Вот эта штука принадлежит Т1. Если мы теперь действуем на вот этот образ, то есть элемент Т1, действуем отображением Фи, то мы получаем то же самое, если бы мы к Х и У применили... К тем же самым Х и У применили кресик в кружочке 2. То есть справедливо вот это. Вот эти отображения... То есть коммутативность диаграммы означает, что отображение кресик в кружочке 1, кресик в кружочке 2 и Фи удовлетворяет вот этому равенству. Да? Абсолютно верно. И это очень важно, потому что тензерное произведение для нас не просто линейное пространство, а линейное пространство с отображением. И говорить об измортизме таких объектах, ну, в соответствии с современным категорным языком, нужно с учетом отображений. И вот коммутативность этого треугольника, это как раз и означает, что мы подобрали измортизм к какому более сложному объекту. Хорошо. Так. Хорошо. Значит, ну давайте возьмем этот изоморфизм просто предъявить. Мы его предоставим конструкционам. Я хочу его определить вот так. То есть просто взять и насильственно связать. связать батисы вот через этот фи. То есть определим фи, определим фи следующим образом. Пусть Пусть Образ Ижитого вектора из базиса Т1 равен Ижитому вектору в базисе Т2 Ижитому вектору в базисе Т2 То есть, ну вот здесь важно, что я не напоминаю, да, то есть это элемент базиса. Вот этот элемент базиса в Т1 это элемент базиса в Т2 То есть, мы определяем фи как отображение, переводящее один базис в другой базис в двух линейных пространствах. Ну и поскольку мы задаем это отображение на базисных векторах, то есть мы определили на всех базисных векторах, то мы фактически определили на всём пространство. Ну, потому что мы дальше для произвольного Т то есть возьмём какой-нибудь Т из Т1 и к нему привеним фи. Этот Т в принципе в виде линейной комбинации в принципе в виде линейной комбинации вальцевых и вторых Т и Ж на вот такие вектора. То есть это это просто обозначение базисной вектор. Ну пусть оно такое. Дальше, поскольку у нас функция, ну то есть мы её, да, не просто говорю, что мы определяем её таким образом, но мы считаем ещё её линейной, да. на базисных векторах на базисных векторах. Ну а поскольку мы задали вот это условие, что фи на базисных векторах в Т1 это базисные вектора в Т2, то всё, то есть мы получили, что мы представили, то есть мы взяли взяли произвольный элемент из Т1, подействовали на него отображением фи и получили какой-то элемент из Т2. Вот, собственно, всё. Установили соответствие. А почему коммутируют с этими самыми с кружочком? Сейчас. Почему коммутируют с кружочком? Ну, собственно, ровно вот поэтому А, да. Ну, это, наверное, тоже надо эту выкладку сделать отдельно. Ну, это я издеваю. То есть мы, значит, у нас вот вот левая нижняя строчка на доске и левая часть идёт. Это два полилинейных отображения из W V D2. для того, чтобы доказать, что они совпадают, достаточно проверить, что они совпадают на наборах базовых векторов. Это мы уже доказывали всего да, что два полилинейных отображения совпадают ну, просто они определяются со своими значениями на базисных векторах. На наборах базисных векторов. Ну, и вот на наборах базисных векторов они совпадают по банальному саму проверению. Вот. ну, из этого будет следующее, что они совпадают для любых пар, вектор. Да. Хорошо. Да. Да, спасибо. Если, пожалуйста, дальше. Да, давайте дальше. Так. Дальше, что хотела рассказать? Я хотела рассказать пример, да? Я хотела разобрать пример про... Ну, то есть это, на самом деле, была задача номер четыре, которая была сформулирована в лекциях, но там просто получилось так, что не совсем совпадает нумерация в прошлой лекции с нумерацией в списке. То есть, вот на прошлой лекции это была задача номер четыре, а в список задача она не попала. Задача про полилинейное отображение из пары в поле. с парами ленинных пространств в поле. Показать, что это будет просто тендерным произведением сопряженных пространств. Номер четыре с волной с прошлой лекцией. значит, нужно сказать вот это. Что полилинейное отображение из В дубль В поле, ну то есть, на самом деле, полилинейной функции это то же самое, что цензорное произведение В со звездочкой на дублевая со звездочкой. Вот такая задача перед нами стоит сейчас. Ну и давайте вот что сделаем. Обозначим базисы всевозможные в этих пространствах. так, сейчас я скажу, как я хочу обозначить так, как у меня было, чтобы не запутаться. так, ЕИТ так, давайте ЕИТ и Ф ЖИТ В базисы В и W здесь я нижние индексы пишу. А с верхними индексами, ну как и раньше, пусть это будет Ж, КТ и H, ЛТ с верхними индексами, это базисы в сопряженном пространстве. Базисы В со звездочкой и W со звездочкой. try Хорошо. Ну давайте я вот Начну от с этого. То есть я посмотрю на танзорное произведение двух сопряженных пространств, как оно вообще устроено. я возьму какой-то представитель альфа из В со звездочкой В В то есть что я хочу сделать я хочу поставить в соответствие элементу из тензорного произведения какую-то биринейную функцию вот это пространство биринейных функций это тензорное произведение двух сопряженных пространств мне теперь нужно правило как паре как произвольному элементу из тензорного произведения поставить в соответствие биринейную функцию давайте я сделаю следующим образом то есть я объявлю вот эту пару биринейных функций которая действует на паре векторов вот так как альфа от икс умножить на бета от икс то есть может быть даже зря я сразу написала давайте я вот так что отлично я просто хотел я хотел бы так то есть я вот это элемент из тензорного произведения будучи пока пока это просто какой-то какой-то элемент тензорного произведения а ему я ставлю в соответствии ну какое какую-то биринейную функцию и большой с индексами альфа в это вот так а вот это уже представитель представитель биринейных отображений так может быть вместо помнить про то что альфа в тензором а вот это это разложим элемент тензорного произведения может быть и достаточно ну ну таки бывают и с ними можно работать как-то иначе это такой разложим тензор сейчас я не поняла я сказал что было бы уместно здесь заметить что альфа в тензор это такой разложим тензор в пространстве но так так сейчас 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 а дальше давайте вот что я делаю я возьму вот эту пару то есть я из таких пар теперь хочу собрать базис то есть я хочу показать что если я если я вот давайте что сделаю то есть смотрите я я смотрю вот эти пары вот эти пары я хочу я хочу так определить то есть я хочу думать про них то есть про эту пару как про биринейную функцию устроенную конкретным образом именно как разложимый тензор то есть я хочу чтобы вот эта пара была устроена именно так я хочу показать что я могу при этом организовать базис базис здесь то есть если я беру вот эту пару определенную таким образом на базисных векторах то есть на векторах же катая и и аж это и применяю вот эту пару вот эту пару применяю каким-то x и y ну то есть вот беру какую-то конкретную конкретную биринейную функцию устроенную таким образом я рассматриваю такую биринейную функцию ну и дальше дальше что я могу считать что у меня вектор x имеет разложение в базисе и это x и т на и и т и игрок это игрок это игрок житая на житая то есть они раскладываются в своих базис с координатами значит наличие что тогда получается тогда я вот эту биринейную функцию применяю к суммам вот эту сумму то есть подставляю вместо x вот эти суммы ну поскольку я знаю что вот эта биринейная функция я просто ее так определила и обозначила вот таким образом то у меня их коэффициенты выносятся за знак функции так то есть остается вот это какая-то биринейная функция примененная к еитому и f житому а дальше я вот по этому определению могу сказать что вот эта функция она действует просто как произведение функции g на еитом и h на f житом то есть я получаю вот такое g х т от еитого на h л т от f житого и теперь мне ну то есть это естественно сумма да опять я напоминаю про повторяющиеся верхние и нижние индексы и теперь я вспоминаю что что у меня g и е это базисы в соответственно в и в сопряженном но я их могу считать двойственными то есть я хочу выбрать здесь взаимные базисы вот тогда получается что это и x и и x и и x и и y житая вот эта штука это просто символ кранекера то есть дельта к и т а h л т от f житого аналогично да то есть это представитель из дубль в сопряженного были вы со звездочкой примененный к представителю из дубль в то есть то есть мы получаем дельта с коэффициентами lg ну и получаем вот такую сумму ну и как мы уже много раз с вами говорили вот из такой суммы выживает одно только слагаемое да то есть дельта равно единице только когда индексы совпадают то есть это значит что из всех и нас интересует только и равное к из всех жи интересует жи равное л то есть вот эта вся сумма она равна x к на играх ничего не видно так ну то есть вот с чего мы начали смотрите то есть мы взяли вот эту велинейную линейную функцию определенную вот таким образом то есть рассмотрели билинейную функцию построенную таким образом по двум базисным векторам и получили произведение к карты координаты и 5 координаты векторов x и y то есть вот что мы получили вот это начало вот к чему мы пришли хорошо а теперь теперь значит о чем это делали теперь остается вспомнить что если я беру какую-то произвольную если я беру какую-то произвольную билинейную функцию то она вообще говоря определяется ну то она определяется какими-то числами ну то есть как как на это говорили много раз то есть если я возьму какую-то гамму гамму от x и y то есть пусть это какой-то просто представитель билинейных функций каждую билинейную функцию можно задать задать как набор как сумму а плюс каких-то а так первых нижних 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 и житых на x и т и y житая то есть это просто типично для билинейных функций ну здесь я опять напомню где вот эти числа они просто вычисляются то есть они определяются как билинейная функция гамма примененная к геомитам fg то есть это просто определение этих чисел ну то есть про это уже много раз говорили да что поливинейная функция определяется набором чисел вот эти числа так вот значит смотрите что у нас получается с одной стороны с одной стороны произвольная поливинейная функция задается вот таким образом то есть ее можно представить в виде вот такую сумму а с другой стороны мы показали что вот это произведение вот это произведение x и това на y житая выражается через вот эту и житую поливинейную функцию то есть мы получили вот из волнистого равенства и равенства в рамочке следует что гамма от xy это сумма а и житых на gk hr примененная к xy то есть смотрите что мы получили мы получили что вот мы получили что произвольно функцию из пространства линии функций мы представили в виде линии комбинации вот этих вот заданных but Elliot то есть мы определили некоторых способов бы линейной функции мы дальше показали что произвольно функцию можно через эти функции выразить то есть это означает что вот эти функции волнистые являются базисом Ну, пока что это значит, что они упраждаются в пространстве, ну, наверное, не для помощи того, что они упадутся. Ну, да. Ну, дальше, на самом деле, да, такой же шаг, примерно. Ну, тут, мне кажется, суть еще в этих числах, поскольку вот эти числа, то есть, можно так сказать, мы каждой белинейной функции сопоставляем набор чисел, а вот этот набор чисел, то есть вот таких векторов с координатами а и житых, они покрывают все в пространстве. Ну, вот, наверное, вот отсюда следует, что если мы представляем гамму и житые в виде линейной комбинации с теми же числами, то отсюда, наверное, следует, что вот это будет базисом. Что такое, да? Хорошо. Так, ну, да, то есть, получается, что вот эти функции, они задают базис, ну, а это значит, что вот функция определенная, вот белинейная функция определенная именно таким образом, вот как мы ее задали жестко, она удовлетворяет свойству крестиков в кружочке из определения тензора, да? То есть, мы получили, смогли восстановить по парам базисных векторов базис вот здесь. Ну, а это означает, по определению, что мы построили тензорное произведение пространств ВС-звездочка и ВС-звездочка. Ну, то, что по нашему определению, вот этот функция является когда-то данное произведение. Да. А если, потому что они все одинаковые, то, да, это нам все правильно. Хорошо. Хорошо. Так, есть вопросы? Есть хочется вопрос, потому что мы про тензорное произведение операторов. Я так же думаю, что нам нужно некоторые волнительные вещи пространствовать. Про тензорное определение операторов. То есть, я могу поговорить немножечко, потому что мне кажется, что я очень понятен. Ну, язык почту говорить, только, наверное, уже мало времени совсем. Сколько себе времени нужно? Я могу на любое, есть 7 минут примерно. Хорошо. Ну, как, может, вот, Владимир, Дмитрий, расскажите, вам получилась, например, задача, которую определить? Тензорное определение операторов. Где-то я не оператор. Простение, выяснили, зато собственное число получилось? Нет, вот, с правой кусок собираем, например, я совсем не буду. Да, а вы знаете, зато что такое собственное число? Да. Слушай, ну, давайте я немножечко скажу про характеристический прямом собственного числа и теорему гигантолога Элли. Вот, а сами задачи мы потом переложим на следующий раз. Хорошо? Рита, это тебе вопрос. А, хорошо, да. Хорошо, сейчас. Я не могу. Что у нас было? У нас было такое определение тензорного произведения двух операций. Я его определял, ну, то есть я разделял, потому что он действует на два электра. То есть действие такое. У меня есть демортизм B. У меня есть демортизм B. Вот, вообще, построить такое изображение. Из пары демортизм от одного и другого охрана, это построить демортизм концерного произведения этих двух пространств. Вот, и я начинаю с разложимых элементов отсюда, то есть я беру демортизм из первого пространства, демортизм здорового пространства. Я хочу как-то определить, как он должен действовать, как такая пара, она действует на элементах концерного произведения пространства. Но есть такая, что нужно его определять на сложимых векторов. То есть я буду поставить сюда пару векторов, ну, то есть демортизм концерного произведения, на самом деле, отсюда, но не выбываем сложимых. Вот, я определил вот таким образом, ну, совсем таким медиатическим, самым применением, применением фоск. Б вектор, звук, звук. Значит, как будет вектор . Значит, это какой-то вектор и какой-то вектор . У меня опять разложимый вектор, ну, вот такой вот идеи. Значит, я создал в том, чтобы проверить, что определение на разложимых векторах корректно, но корректность должна быть и как предприятия будущей задачи, что разложимые векторы найдутся с точностью до умножения на число. Так что мы все-таки эту задачку решили, скажем, с листочкой задачка 06. То есть есть определение на разложимых векторах нужно приказать, что он на вектор. Но из этого определения, конечно, важно то, как эта штука действует на базисных векторах. на E и D на FG. Ну и, конечно, это там что-то, как эти матрицы. Проражаются это A и G на E. Значит, A, IK, EK, B, G, L, E, опять же. Вот, мы дальше... Значит, если теперь танцерное произведение, у нас выбрать базис и D на FG, когда мы были танцерами, вот вы нарываетесь, и что задает нашу порядочность в следующем образом. A, E1, E2, E1, E2, 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 E1, E2, 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 E3, E2, 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 E3. Мы также будем его порядочными в принципе, Это такой лексико-периодический порядок. Сначала первый. Надо менять сначала второй. Первый важней, чем второй. Это лексико-периодический порядок. Появляется такой базис. Конструкция. Задачка состояла в том, что в этом базисе он еще состоит. Есть такие блоки, которые нумеруются в Е, а внутри блока нумерация идет с помощью Э. И решение было такое, что матрица вот такого оператора на базисных векторах, на таких базисных векторах, она устроена очень легко. То есть каждый блок матрицы B умножен на какое-то число, это число, это или нет матрицы A. Ну и как это? Я хочу поговорить про собственное число. Значит, я пока сотру, вы угодно, в принципе, это все. Я хочу вам напомнить, что это сможет собственное число, и что такое введение для оказания линейного оператора. Давайте пока забудем про тензольное произведение, то есть если есть линейный операция в пространстве B, то B на самом деле это будет больше всего, но B на самом деле самому введению. Значит, B это собственный вектор. Ну, наверное, многие из вас знают, что условие того, что имеет собственный вектор, идевалентно тому, что определитель такой матрицы равенную. Ну, там здесь возникает однородная система уравнений, и у нее есть решение только если определить реальную нулю. Такое условие, оно уже пробуждает понятие характеристического полинома матрицы А. То есть вот это выражение слева. Этот полином операторный ям. Но и оказывается, что все собственные числи, если они есть, они корни характеристического полинома. Давайте. Собственные числа. Это корни характеристического полинома. Падим, Дмитрий, скажите, что это такое, знаете, да, точку? Да. Да. Ага. Значит, дальше есть такая теремия снижается, да? Я вот таки А. Диана, вы уже понимаете, просто полинома. Диана здесь числа только коэффициент. Теремия полинона А. Теремия полинона А. А вместо аргументов подсоединяем. Минус. ...минус лянта в степени размерности простатства В, потом придут какие-то вещи, заканчивается определителем матрицы А. То есть это группа ином код лянты. Вместо лянты можно подставить матрицу. Это будет такое матрище, назначенное выражение. Ну, матрицу можно другую степень разводить и вычесть, и складывать все это, которая матрица. Вот удерживается, что это 0. Знаете такую теорему гометонного Э. Нет. Вот я прошу вас ее запомнить. Мы ее будем, наверное, как-нибудь обсуждать. И само рассуждение, которое я хочу предположить для теоремы гометонного Э. может применять для показательства, для решения задач. Вот. Здесь видно? Вот вы на этой части доски. Ну да. 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 Начинаете, я вот такой аргумент предложил. Значит, цели... А. Ну, во-первых, я хочу рассматривать комплексные пространства. Комплексные пространства. Комплексные пространства. Ну, то есть, это такие видения пространства над комплексным полем, над полем комплексных чисел. А пространство над полем С. Значит, это хорошо тем, что по характеристическому полема обязательно есть полем. Потому что полем комплексных чисел является алгебрологический заход. Вот. На полем комплексных чисел по матрице может не быть собственных чисел вообще. Вот. А на комплексных числе не обязательно будет собственное число. И есть еще такое довольно соображение. Значит, давайте рассматриваем матрицы. Давайте будем рассматривать такое пространство. Матриц D. Нет, давайте просто D. О. Пространство D. Какие на матризмах. C. N. Значит, это матрица. Это такие матрицы, у которых есть собственные базисы. Ну, то есть набор метров, где битая и от единицы. Другая. Такие, что а, вот где битая равно не от где битая. Вот. И это базисы. Вообще-то, эта матрица имеет собственные базисы. Ну, это еще типичный пример, который, по-моему, с документом пространства, Z2. Ну, здесь такая матрица, а 1, а 1, ну, нет. Вот в этой матрице есть единственный собственный вектор. Это яичность. И больше нету. Всязания, которые не собственные. Ну, ничего не поедет. Называется это атонопия. Вот. Но это не типичный элемент пространства и комплектов назначенных матриц. Оказывается, что общий элемент пространства и комплектов назначенных матриц, он имеет собственный базис. Давайте пока посмотрим на матрицу, в которой есть этот собственный базис. Машон превращается в тянемый комплектов на крыль. Значит, давайте отначим вот это выражение. А. Ну, это какая-то матрица, потому что матрицу А подставили в какое-то брено. Давайте этой матрице подействуем. Значит, в том числе написано, минус А в степени размерности В. Плюс, чтоб еще, и плюс определитель матрицы А, умноженный на единичную матрицу. Давайте этой матрице подействуем на собственный вектор, на генителя. Вот. И тогда получится, что это хи А от лямбда И умножить на единичную матрицу. Потому что ввести для старых степени матрицы А в этом выражении, мы действуем на собственный вектор. Но вот из-за того, что это такое очень простое действие, заменяется на умножение на собственное число. Вот. Но вот это выражение оборонено будет, потому что собственное число – это корень не характеристического брено. Поэтому получается, что это выражение действует на любом собственном векторе нолю. Если мы рассматриваем такую матрицу, в которой есть собственный базис, то просто она на всех базисных векторах действует нолю. Значит, это вообще ноль. Вот. А дальше он ступает точно. Мой шаг момент. Что давайте… Давайте мы с вами вот это выражение рассматриваемся как матрицу значную, полемумиальную функцию на пространстве матрицы. Как один значный матриц. И вот оказывается, что почти всюду это выражение – это номер. Вот. Но если у вас полемно почти всюду равенную, то он вообще всюду равенную. Это значит, что даже вот такие матрицы, как и матрицы, которые не диагностированы, это тоже равно ноль. Девушки были на всех вещественных матрицах, у которых даже собственных чисел может не быть. Это тоже равно ноль. Даже на всех комплексных матрицах равно ноль. Давайте на этом сейчас остановимся. Вы можете использовать эти механизмы для решения задачек. Но мы их еще раз обсудим, там следующий раз или через следующий, потому что они очень красивые и эффективные. Хорошо. Ну все. Так, всем хорошего продолжения дня. У нас сегодня классный семинар. Если есть семинар или желание, пригодите. Он нашел, когда пришел. На нем будут рассказы. Ван, врук, 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 врук. Ну что, всем хорошего продолжения дня и хорошего вечера. Да, да иди. Спасибо, до свидания. До свидания. Пока.